Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Несмотря на то, что мы так долго ждали весну, сейчас мы хотим, чтобы она продлежалась как можно дольше. Потому что в саду у нас наступают самые горячие деньки, очень много работы после зимы и очень много растений, которые требуют к себе особого внимания. Поскольку я большая любительница хост, сегодня я хотела бы рассказать вам о весенних работах с этими красивыми и очень эффектными растениями. Прежде всего, весною вы можете внимательно и тщательно бороться с такими вредителями хосты, которые наносят значительный ущерб красоте этих растений, как слизни и улитки. У меня старый тенистый сад, и, конечно, этим вредителям в моем саду всегда находится очень много места. Хосты, как растения с достаточно сочными и нежными листьями, всегда привлекают этих моллюсков. Сейчас, пока земля голая, вы можете внимательно осмотреть все щели, все ямки, где могут они прятаться. Моллюски в данный момент, пока ночи достаточно холодные, еще малоподвижные. И мы можем тщательно выбрать всех, кто находится на поверхности, а также провести дополнительные мероприятия, чтобы снизить количество особей, которые будут размножаться летом. И давать потомство, которое будет портить наши хосты осенью и в следующем году. Как можно это сделать? Мои любимые методы. Я не применяю химии для борьбы со слизнями. Она достаточно малоэффективна, особенно если идут частые дожди, эти гранулы размываются, и они теряют свою эффективность. Обычно я делаю биоловушки. Название очень такое пафосное, но на самом деле это все очень просто. Кладется либо доска гладкая, хорошо отшлифованная, кусочек. Не надо большой кусок доски, достаточно там сантиметров 20-30, это вполне достаточно. Можно использовать листья капусты. Капуста вообще привлекает очень много слизней. Доска она такая многоразовая, капуста она одноразовая получается. Во влажную погоду вечером и ночью вокруг хост ползают улитки и слизни, которые ищут место, где можно поживиться. И в дневное время они всегда ищут какое-то укрытие. Пока хосты наши не предоставляют укрытия, они еще не покрыты листьями. Это укрытие, расположенное рядом с кустами, мы можем сделать вот именно из таких, из листьев капусты, из доски, из разрезанных кусочков овощей, таких как свекла, картофель. И естественно, таким образом вы значительно уменьшите количество вредителей, которые будут в вашем саду на протяжении лета. Что еще нужно сделать с хостами? Это растение любит достаточное количество питания. И при выращивании на бедных песчаных почвах, либо на участках с недостаточным увлажнением, хосты могут проявлять во второй половине лета признаки дефицита азота, калия. Поэтому сейчас, конечно, отличное время подкормить хосты. В принципе, весенняя подкормка, она задает старт на весь год. Я обычно в качестве подкормок для хост использую такие удобрения, как полное комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия, 16-16 на 16, плюс дополнительно к этому удобрению я использую нитрат аммония. Нитрат аммония – это азотное удобрение, которое наиболее эффективно в прохладную погоду, оно лучше усваивается растениями именно в прохладную погоду. Сульфатное удобрение, сульфат аммония в весеннее время лучше не использовать. Он хорош для летнего применения. Если вы предпочитаете использовать органические удобрения, то, естественно, лучшим удобрением для хост является хорошо перепревший компост из листьев, либо компост из пищевых отходов. Это легкое удобрение, но единственное, что всегда компостное удобрение представляет такую опасность, они привлекают большое количество слизней и улиток. Поэтому, если вы используете для подкормки хост компост, то лучше его заделать немножко в почву, смешать с почвой, которая у вас находится на участке. Что же сделать с хостами, чтобы они вас порадовали своими листьями этим летом? Я всегда стараюсь весной хорошо подрыхлить почву вокруг, и я обычно использую мульчу вокруг хост из щипы, либо из опилок. Она, конечно, закисляет почву, и если у вас сильно кислая почва, я не очень рекомендую использовать такую мульчу. Но если у вас почвы нейтральные, либо слабо щелочные, то такая мульча не повредит абсолютно хостам, но она создает такую защитную оболочку, по которой не любят ползать улитки. Весной очень часто задается вопросом люди, имеет ли смысл пересаживать хосту весной. Но на самом деле я бы не спешила с пересадкой именно в весеннее время. Все-таки лучшее время для пересадки хосты во второй половине лета, либо осенью, для того, чтобы растения укоренялись в холодной почве, и к моменту старта роста листьев у них образовались хорошие корни. Но сейчас предлагается большое количество сортов, которые недоступны для покупки осенью, и у многих возникает вопрос, как же сохранить эти растения, и как им дать хороший старт, чтобы на следующий год получить более-менее полноценный вид куста хосты. Во-первых, будьте готовы к тому, что сортового размера листья хосты достигают только на второй-третий год выращивания. То есть первый год выращивания после посадки, после пересадки, вы никогда не увидите реального размера, который этот сорт хосты может выдать на вашем участке, потому что еще очень сильно зависит размер листа от того, на каком участке выращивается хоста. Если вы приобрели растение корневища хосты именно весною, я сама практикую такой способ достаточно часто. Корневища высаживаются в горшок с плодородной питательной почвой, и этот горшок я храню в погребе. Естественно, не у всех есть возможность хранить растение в погребе. Тогда в этом случае вам подойдет на помощь, если, конечно, горшок не слишком большой, обычный ящик холодильника для овощей. Конечно, тут всегда возникает законный вопрос, для чего же у нас холодильник для хосты или для овощей все-таки. Но я думаю, что 3-4 недели, которые нужны хосты для того, чтобы все-таки какой-то нормальный более-менее старт получить, вы потерпите соседство в холодильнике горшка и продуктов питания. Ну, тем более, обычно два ящика для овощей. За 3-4 недели с момента посадки растение дает какой-то старт корням, начинают расти корни. Они растут именно в прохладной, холодной почве, умеренно влажной, холодной почве. Один важный момент. Растение, которое вы высаживаете в горшок, не должно иметь развернувшихся листьев. Если листья уже начали разворачиваться, то такое растение нужно высаживать уже непосредственно в саду. То есть тут уже как бы вы не дадите все равно никакого забега. И желательно, конечно, выносить растение из холодного содержания на улицу во время, когда стоит прохладная, пасмурная погода. Как правило, в Белоруссии во второй половине мая, в начале июня начинаются дожди. И достаточно холодная стоит погода. Вот это, в принципе, время, когда вы можете без опаски вынести эти растения и высадить на постоянное место в саду. Таким образом, на следующий год вот эти растения-хосты будут иметь гораздо более лучший вид, чем растения, которые вы посадили просто непосредственно в почву. Широкий ассортимент корневищ-хост различных сортов, как новинок, так и проверенных сортов, которые создают длительный декоративный эффект в саду, вы можете найти в интернет-магазине про цветок. Ссылка в описании. На этом мой сегодняшний рассказ закончен. Надеюсь, он помог вам в ваших весенних работах. С вами была Анастасия Гулис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.